А на национальном телевидении Чуваши начался конкурс новогодней нотки. В эфире нашего телеканала появились живые новогодние открытки. Участники вокального конкурса поют для вас самые красивые новогодние песни. Дед Мороз, Дед Мороз, Дед Мороз, Красный Нот, Дед Мороз, Дед Мороз, Красный Нот, Дед Мороз, Дед Мороз, Красный Нот. 25 клипов открыток будут украшать эфир национального телевидения Чуваши все новогодние праздники. Желающих принять участие в конкурсе было значительно больше. Организаторы, педагоги по вокалу студии творческого воплощения СТВ прослушали каждого кандидата и пригласили на съемки лучших из лучших. Если честно, я подготовилась к конкурсу за один день, можно сказать за вечер, потому что о этом конкурсе я узнала в самый последний момент. Вот, и за вечер я выбрала песню, выучила ее, и на следующий день уже был кастинг. Ну, я считаю, что в этом конкурсе должен победить человек, у которого песня не грустная, веселая, потому что Новый год это столько счастья, море улыбок, всего самого. В общем, много позитива, и я считаю, что в этом конкурсе должен выиграть именно тот человек, который будет исполнять свою песню весело и чтобы донести радость людям. Песню для участия в конкурсе «Новогодние нотки» ребята выбирали сами. Самой популярной оказалась «Снежинка». Новый год, что вот год настанет, исполнит вмиг мечту твою. Если снежинка не растает, в твоей ладони не растает. Не обошлось и без казусов. Так Максим Медуков начал петь перед камерой гимн Олимпийских игр. Мы долго ломали голову, как он связан с Новым годом. Позже выяснилось, что у Максима не было при себе нужной фонограммы. Но юный певец не растерялся и решил спеть свою любимую песню. Когда же педагог Максима привезла на запись нужную мелодию, пришлось делать дубль два. Новый год из далекого детства, счастье с собой принесем. Распахни перед будущим сердцем, под Новый год. Обратите внимание, ребята снимаются на зеленом фоне. Режиссер монтажа тут же его убирает. И вместо зеленой ткани в эфире появляются лесные полянки, новогодние шарики, сказочные герои. Вот такие телевизионные чудеса. В нашем городе очень много талантливых детей. И мне бы хотелось, чтобы они участвовали в конкурсах и фестивалях. И поэтому родилась такая мысль, чтобы наши дети участвовали в нашем же проекте, который называется «Новогодние нотки». Показали свое мастерство и свои таланты. Так как новогодние нотки – это конкурс, в нем есть победители. Жюри, в состав которого вошли педагоги по вокалу города Чебоксары, оценивала вокальные данные ребят, их артистизм и даже костюмы. Гран-при конкурса досталась 14-летней Ольге Васильевой. Оля выиграла путевку в загородный лагерь «Салют» от национального телевидения «Чувашия». А вот победитель в номинации «Зрительские симпатии» будет известен 12 января. До этой даты вы можете проголосовать за лучшую новогоднюю песню ВКонтакте в группе национального телевидения «Чувашия». Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Николай Яковлев и Евгений Анисимов. Республика.